Моё знакомство с компьютером это увлекательная, как мне кажется, история. Всё началось в году 2006, когда у моего хорошего знакомого появился комп. С этого момента моя жизнь изменилась, потому что незнание это жёстко. Дело в том, что я впервые увидел именно у моего кента, что такое GTA. И первая часть, с которой я познакомился через него, это GTA 3. Тогда я увидел что-то запредельное. Игра, которая представляет собой чистую свободу действий. Я просто залетал к нему, смотрел, что как бы происходит, и изредка мы проходили миссии. В основном устраивали какой-то беспредел. По комплектующим я, конечно же, не могу сказать, что у него там была за машина, но такая. Монитор-будка вот эта большая, как и системник. Прекрасно помню белый корпус, который стал жёлтым. Тогда я не понимал, что такое мощность и в целом сколько бабок стоит комп. Я просто видел перед своими глазами GTA и, конечно же, загорелся желанием к приобретению ПК. И стал считать, что комп это просто лучшее, что может быть. И почему-то мысли даже не возникало о том, что как бы GTA 3 имеется так же на второй плойке. Но диски я никогда не искал. И вот даже не думал о том, что и на PS2 как бы я могу здесь поиграть. Время шло, я посмотрел у него всю трилогию GTA и прекрасно помню, как лагало Сан-Адрес, когда ты слушаешь радио. Приходилось играть без музыки, но я никогда не проходил эти игры. Может, пару каких миссий и вот тебе обмен игровым опытом. Я просто не верил, что такие игры существуют в этом мире. И было принято решение купить следующую платформу для игр, именно Компуктер. Параллельно с этим я стал открывать для себя такую штуку, как компьютерные клубы. Это было очень небольшое помещение, которое всегда было забито нереально как. Насколько я даже помню, кто-то умудрялся просто смотреть, как кто-то играет. Либо я уже что-то выдумываю, короче, ну вроде такое было. Здесь я узнал, что такое Counter-Strike 1.6. Здесь мы играли по локальной сети, тренировали скилл, и кто-то был даже прошаренным, показывая разные интересные прострелы. Но я учился играть быстро и также показывал игровой опыт. Было весело, эти посиделки я никогда уже не забуду. Причем из всех игр, которые там были, мы играли только в одну это КС. И так наступает 2008 год. Вроде бы это был именно этот год, но вы по комплектующим, если что, можете меня поправить. Процессор у меня был Intel Core 2 Quad. Неплохой проц, который стоял у меня прям долгое время. Он выходил, насколько я помню, в 2007 году. Также 4 гигабайта оперативной памяти, и вот, собственно, карта. Это единственное, что осталось от компьютера. Если специалисты по ПК-железу могут определить, что это была за карта, я буду вам бесконечно благодарен. Здесь даже есть выход под HDMI, но вроде как это 9600, но может и 9800. Это вспомнить уже будет нереально. Спойлер, спустя время она сгорела, но мы еще до этого дойдем. И получить такой ПК в 2008 году, я думаю, много кто хотел бы. Также оригинальные аксессуары были поставлены, то есть я вообще не шарил в этом. И всего накидывали, ты просто не отказывался. Клава и мышь была от Microsoft, и даже лицензионный антивирус мне закинули. Вот чисто как подарок, знаете. И, конечно же, монитор Full HD формата. Откуда мне было знать, что такое Full HD, и что такое HD разрешение? Потому что у меня дома находился олдскульный пузатый телевизор, и я вообще ни в чем не разбирался. И вот наступает моя ПК-шная история. Хочешь сэкономить деньги на покупки игр для Xbox? Xbox Store — твой лучший помощник. А самое главное — низкие цены на игры, огромное количество отзывов, а также доставка игр ключами активации, гарантированное наличие русских ключей подписок на Game Pass. Оп-оп-оп, забыла уточнить. Ежемесячные розыгрыши среди подписчиков. А чтобы купить игру, нажмите на кнопку в сообществе «Сделать заказ». Xbox Store — подписки и игры по лучшим ценам. Так что, если вам нужны дешевые игры и подписки для Xbox, залетая в Xbox Store, ссылку найдете в описании. И в 2008 году у меня интернета тогда еще не было, но зато он присутствовал у моего еще одного хорошего знакомого. Тогда ПК-комьюнити начинает расти в каком-то нереальном количестве, и у всех тех, у кого не было консолей, они стали массово себе покупать компы. Челик был, но очень прошаренным, с лимитным интернетом, но это не помешало мне покупать просто чистые диски, залетать к нему, чтобы он записывал мне игры. И так я познакомился с любимой, даже на сегодняшний день, серией игр «Принц Персии». Я был с ней знаком на Sega Mega Drive, но я даже не догадывался, что перезапуск серии может быть настолько крутым. Мне здесь нравилось чисто все, и самое главное, я наконец-то узнал, что в части Warrior Within игра не заканчивается после того, как вы сротились первый раз с императрицей. Игра продолжается, для меня, если честно, это был настоящий шок. Но настолько ли я находился в шоке от игры, как от операционной системы? Дело в том, что я купил себе комп с просто отвратительной операционкой, это Виста. Чем она была так плоха? Да может и ничем, если бы я не грузил ее всяким паленым софтом, но я не думаю, что космические отличия были хоть в чем-то. Короче, она просто выдавала какие-то ошибки, и я помню, как нужно было выключать комп. Но затем ты его снова включаешь, и это никак не решало твою ошибку. И это же окно, которое вылазило, допустим, когда я играл в Принца, оно снова появлялось на весь экран. И ты играть нормально, но не мог. Если ты поиграл тут минут 40, и у тебя ничего не произошло, то это уже была большая победа. И так вышло, что Висту я запомнил с далеко не лучшей стороны. Сейчас о ней вообще никто не говорит, и это может даже хорошо на самом деле. Я считаю, что нам предоставили тогда ну просто отвратительную винду. И вот так с 2008 года я полностью улетаю в ПК-гейминг. Не видел никакого смысла возвращаться обратно. Единственная проблема, с которой я столкнулся, а как здесь играть? Дело в том, что гейминг протекал у меня на консолях, а теперь я полностью играю на ПК, где количество кнопок у меня увеличилось в раз так 20. И пусть и до этого уже и рубился там у челика, в клубах, но когда ты остаешься с устройством один на один, то как будто все меняется. И мне было не так уж и легко освоить ПК-платформу. Однако комп это безумный гейминг, друзья. И просто посмотрите на этот диск. Это GTA San Andreas Carbon. Я купил себе мод на GTA, причем на диске. Несмотря на то, что у меня чели как бы там записывал игру, или на я же не буду его просить специально для меня что-то там выписывать. Наглёшь. Поэтому вот частенько покупал диски на рынке. Они стоили вроде как 1 доллар, это было позволительно. И также о лицензии я ничего и никогда не слышал. Тут тебе и графон поинтереснее, тачки, оружие выглядят сочно. И я с модами был знаком раньше этого диска. Прям намного. Но просто вот небольшую пачку игр отыскал, и сейчас буду время от времени вспоминать и говорить о модах. Но как же я мог не поиграть в самый легендарный мод на GTA Vice City Deluxe? В GTA Vice City Deluxe, мне кажется, играли абсолютно все. И чем она нас так цепляла? Да, снова все то же самое, что и было в прошлом моде. Графика и автомобили нам большего и не нужно было. И вообще к модам я всегда относился положительно. Но буквально только в этом моменте я в них играл, а дальше вообще тема модов перестала меня интересовать. Но также были и смешные модификации, как GTA San Andreas Крепкий Орешек. Во-первых, у нас здесь небольшая собственная история. Она вроде как по воспоминаниям проходилась быстро. Но почему здесь CJ стал белоснежным? Как бы Крепкий Орешек, да, окей, но когда вы меняете ему прическу, то он автоматически становится тем, кем он и был в оригинальной San Andreas. Но, по-моему, только голова, остальные части тела White. И ну это безумие какое-то. И вот эти моды, это прям все, во что я играл. Потом не интересовался всей этой тематикой. Также на компе я открыл для себя Stalker. Сразу купил весь сборник, который включал еще и какие-то модификации, но в них я железно не играл. Вообще, вроде как и до этого диска отдельные части присутствовали, а сборник появился гораздо позже, но не суть важна. Посмотрите, какое красивое картонное оформление. Хоть диск та еще паль, но выглядит изумительно. И из всех трех частей Stalker мне больше нравился и нравится Зу в Припяти. Вообще, я считаю, что это лучшая его часть, хотя и другие также не обесцениваю. Для меня Stalker был игрой, которую я раньше, ну, никогда просто не видел. Перед тобой открытый мир, наполненный радиацией, аномалиями и разными группировками, мутантами. И ты пытаешься и достичь своих целей, и в тот же момент, ну, просто выжить. Мне очень понравился геймплей, где ты мог не выполнять задания часов 10. Ты просто мог бегать по карте, искать разные артефакты и просто наслаждаться происходящим. А когда ты играешь впервые, то каждый угол тебе кажется интересным. И ты пытаешься залезть даже под камень. Stalker стал моей любимой игрой для компа, я прошел его раз 20. Причем играл как за сталкеров, так и за бандитов. Короче, посмотрел на разные игровые пути. Попробовал все, что только можно. И когда я в очередной раз решил выбраться на улицу в поисках дисков для ПК, я обнаружил там тот же сталкер по скриншотам, но это была другая игра. Fallout 3. Сказать, что у меня пропали слова и речи, это ничего не сказать. Год был на дворе, ну, железно 2010. Однако я тут вспоминаю про разные игры в совершенно разном порядке. Поэтому сейчас никакого смысла нет отталкиваться от года. Но какой мне был смысл возвращаться на PlayStation 2 тогда, где вот на ПК я получаю игровую систему как бы нового поколения. Печка у меня, что нужно, тянет игры как положено. Я выкручивал всегда значения на самые высокие, максимальные. И может комп даже не тянул это все должным образом. Ну а что, я знаю, какой должен быть фэппос? Какое там нормальное количество, а какое нет? Так что играл с шикарной графикой на прекрасном Full HD мониторе. В суперске почти новые игры. Но можно считать, что да, новая, Full HD вышел в 2008, а я в него точно играл в 10. Это просто жесть, а не игра. У меня снова пропадает дар речи. Я не думал, что в этом мире есть настолько крутые произведения. И поэтому я так часто упоминаю вот третью часть Full HD. Она была на русском языке, где ты просто слушаешь реплики и выбираешь, как пойдет дальше сюжет. Причем ты сам его создаешь здесь и сейчас. Я прокачал навыки воровства и обчищал карманы каждого прохожего. Зачем я это делал, а кто его знает. Но такой забавный вам факт выдаю. И Fallout мне сразу зашел вот с первых просто секунд. Я неохотно вначале брал дополнительное задание, потому что не понимал, где находится сюжетное. Но спустя там несколько недель игры я все выкупил и до сих пор играю часть Fallout. Ну это была моя любимая часть из-за русской локализации, но я также был знаком и с Новым Вегасом. Он мне понравился, потому что игра была не с русской локализацией, только субтитры. И я предпочел здесь пойти по сложному пути. Это вот забить на идеологии, просто получить геймплей. А чего я вообще не понимал, что здесь происходит. Кто я такой, что за курьеры, причем здесь платиновая фишка. Ну и зачем так играть? Поэтому Новый Вегас для меня долгое время был на втором месте, но сейчас он на первом. Я куда охотнее его перепрохожу, диалоги также не читаю, потому что их всех знаю уже наизусть. И по геймплею Вегас стал мне куда ближе. По факту это точно такие же игры с новыми пушками, группировками и местами. Но в тот же момент она мне больше заходит сейчас, а тогда вот не заходила. Еще перечислю вам несколько игр и мы перейдем в самую жесткую главу. После которой я уехал на консоль и в целом перестал как бы следить за развитием ПК-комьюнити. Метро 2033. Я в него играл и не сказать, что был очень доволен. То есть я пригнал, говорю, дай-ка мне челик игру, которая будет похожа на сталкер. Я очень помешался на этой игрули и мне впихнули метро. Как бы они похожи, но это метро. В первых частях не было никакого открытого мира, где ты можешь сам выбирать, куда тебе двигать. Поэтому ну как бы не зашло мне в тот момент, чтобы я считал эту часть шедевром на веки вечно. Просто нормальная, хорошая. Но играл без огня внутри. То есть просто прошел вот такой, ну окей, хорош. Даже у меня была гонка, кстати, и не одна. Их там периодически поставляли. Но расскажу вам про NFS The Run. Как обычно, полюбуйтесь на мои диски, которые уже затерты до ужаса. Но в тот же момент сохранилось хорошо. Круто, что я не все утилизировал, ибо вот для истории про АПК гейминг пригодилось. У меня был The Run, и я, короче, время от времени в него поигрывал. Не могу сказать, что эта часть мне очень сильно нравилась, но вот просто впитывал, что видел. Однако, когда я уже парочку раз его прошел и в будущем решил поиграть в Run, я понял, что это хорошая гонка со стороны сюжета. Но ужасная с точки зрения скриптов, где ваши оппоненты едят так быстро и плавно входят в повороты, что это просто невозможно. И ты не можешь их никак догнать. Однако, ближе к концу заезда, игруля начинает показывать нормальный результат. Диоты фейлы могут быть у вашего оппонента, и хоп, не такая уж и быстрая скорость. И поэтому мне гонки вообще перестали нравиться раз и навсегда. И давайте идти ближе к новому крутому событию. Я бы про все игры и ощущения вам рассказал, но как будто не стоит этого делать, и на ПК я познакомился с Булли. Но полный же разнос. Игра про школу от Rockstar Games, где ты видишь жестокость в обращении, и в целом рукзвезды показали многие школы, академии такими, какими они и являются. Это также стало моей любимой игрули сразу же. Я прошел ее также раз в 20 за все время владением ПК, но вылазить с этой игры вообще не хотелось никогда. И вот сейчас будет начинаться трэш, но я не сразу в него вас погружу. В 2010 году я покупаю себе диск от антологии Counter-Strike, где был CS Source. Зачем я тогда покупал диски, я не знаю, когда как бы уже и нет был вовсю у меня. Я начинаю играть в Source и понимаю, что несмотря на Булли и остальные игры, ну, Contra это бесконечность, где ты всегда будешь находить себе занятия. В развлечении, короче, я здесь просто пропал. Но эта пропажа длилась недолго. У меня была версия 34, которую многие считают ужасной, но она мне нравилась. Я привык к этой физике, когда в будущем скачивал более новые версии KSS. Я их сразу удалял, вставлял диск, который был как бы с вирусом, спасибо большое, но все равно хоть что-то и играл. Я не понимал, что бывают разные версии, об этом узнал уже попозже. Я мог рубиться, если у меня был выходной, то есть с 7 утра до 3 часов ночи. То есть я играл настолько много, что думал, что вот еще чуть-чуть, и комп сгорит, и я оказался прав. В тот момент на ютубе стали появляться мувики, вроде так, как называли. Это нарезка самых лучших и эпических моментов. Ну и как можно было не играть в KSS, когда все мне говорило о том, что это нужно делать. Читеры с Аимом залетали, царство им небесное, и контраст стало моей прям основой. Но я также играл и в новинки, которые тогда выходили, и не только в них. Так, допустим, я познакомился с Mafia 2, которая, как я считаю, и уничтожила мой ПК. У меня же карты всегда были только от Nvidia, и вот эта 9600, вроде как она тоже от них. Я помню, что там было 256 бит. Вы напишите, потому что, ну, я вроде помню, что эта история была именно с этой картой. Короче, я тут выкрутил все на максимум, плюс присутствовала фишка с Nvidia Graphics, где у тебя стекло реалистично разбивалось. Короче, как вы понимаете, карта 2008 года, как она может вытащить это все дело? Игруля работала в 10 кадров, но этого не знал, что 10 фпс. Что такого делать не нужно было, но кто мне бы это объяснил? И вот я играл, все было круто, как мне казалось, но карте пришел конец. Она сгорела, но не сразу, короче, постепенно стала уходить в иной мир. И я не знаю, связано ли это как-то с Mafia и запредельными настройками графики и Full HD разрешением, но мне кажется, что да, и вот так карте пришел полный конец. До этого, к слову, небольшую историю вам расскажу. Я еще параллельно с Mafia играл в DLC для GTA 4. Оригинальной игры у меня не было, и я столкнулся вот с этой камерой, которая скачет туда-сюда. Чисто для наглядности вам показываю, и я стал думать, что это у меня карта начала гореть, и я не могу как бы нормально тут играть. И вот GTA у меня работает неадекватно, хотя она до этого то тряслась, то нет, короче, как повезет. И вот карте теперь наступает полный конец. Игры не работают, и тут я как бы узнали о том, что в ВКонтакте.ру, где я уже был зарегистрирован, имеется игра Тюряга. Флэш-история, но в которую я играл не очень долго. Вы же помните страницы, где у челов было по несколько тысяч друзей. Мы вот старались там собираться и устраивать походы на боссов, но я никогда не вливал туда деньги вообще. Были разные розыгрыши на голосах, где я принимал участие и выигрывал, тем самым отдавал их в игру, но чтобы сам донатить никогда. И вот я стал играть в Тюрягу, продлилось это не слишком долго. Ибо я стал так по чуть-чуть откладывать бабки на новую видеокарту, о которой чуть-чуть попозже. Играл я не только в Тюрягу, если что, но она была самой популярной и на слуху. Почему такая любовь у геймеров тихли к этому произведению, если честно, я не знаю. Может тюремная романтика там была нам близка, непонятно. Но флэш-игра по воспоминаниям была очень хорошая. Она сейчас закрыта, конечно же. Спустя время, даже после новой карты, я поигрывал еще и в Слышь Чо. Такая же безумная игруля, где нужно было валить боссов и выбивать минималку, либо тебя отправят в ЧС. Но я помню, как ты начинаешь играть в эти творения, открываешь несколько вкладок и можешь здесь также провести несколько часов жизни. Ходить на байкера, прокачивать районы, короче, тоже неплохая игра. А когда стали появляться новые районы, я был этому очень рад. Однако игру поддерживали недолго. Но остальных игр из ВК можем поговорить как-нибудь в другой раз. И вот наступает 2011 год, я покупаю карту от гигабайт 450 на 1 гиг. Как бы характеристики вы можете посмотреть. Это 128 бит, поддержка 11-го DirectX и, короче, снова возвращаюсь в строй компьютерной истории. Тогда я активно играл в Source и уже изредка поиграл в основные произведения. Также игры из ВК никуда не ушли, потому что я уже год как бы на них потратил. Сливаться было таким себе решением. Но уже не часто в них играл и заходил в лучшем случае один раз в день, а то бывало, что и месяц мог пропустить. Короче, улетели они где-то на пятый план. И тут же, в 2011 году, у нас поперли просто сумасшедшие игры, в которые я играл с огромным удовольствием. Допустим, третья часть Call of Duty Modern Warfare. Я до сих пор не понимал, когда же у нас происходят просадки кадров, потому что никто об этом не говорил. Просто рубился все так же на высоких настройках графики, но далеко и на самых максимальных. Просто ставил так, чтобы было норм и играл себе спокойно. Я не только третью часть для себя открыл, а вообще все, что выходило до. И стал считать серию Call of Duty ну просто лучшей в истории. Она была мега крутой, и мне нравилась здесь и история, и геймплей. Возможно, именно поэтому я не воспринимаю сейчас новые части код и вообще шутеры, если в них плохой сингл. Не интересный, либо сюжет заключается в том, что нам просто нужно зачистить помещение просто так. Я этого не понимаю и не пойму никогда. А здесь тебе дают ясно понять, какая у тебя цель и к чему ты идешь. Параллельно с этим я еще и опробовал Battlefield 3. Это тоже была невероятная история, но мне больше симпатизировала в то время колда. Однако и третья часть батлы также находится на высоком уровне. И, к сожалению, как лично я считаю, пик шутерных игр, крутых и классных, был именно в 2011 году. И, как я уже сказал, рассказывать полную историю со всеми произведениями будет невозможно, до этого делать не стоит. В какой-то момент я понимаю, что очень фанатею по серии WWE. Я активно смотрел ее по спутнику, может дедури вспомнят, что это такое, хотя это не сильно из старого времени. Может, эти тарелки до сих пор что-то ловят, давно ничего не смотрел там и снял с дома. Никакой необходимости в них в наше время сейчас вообще нет. И, короче, WWE разнос, я хочу в него поиграть, это все 2011 год. И тут я уже скачиваю на ПК WWE Raw. Я не знаю, какую конкретно там скачал часть, но я прекрасно помню, что это был полный отстой. Я не хотел в нем находиться больше одной минуты. Игра мне полностью не понравилась, а как бы я знал, что такое YouTube. Что можно посмотреть на игры, которые выходят на консоли. Вот я насмотрел себе WWE на PlayStation 2. Эту историю вы уже слышали, и с этого момента ПК-гейминг для меня закончился практически. Я если играл, то в какую-нибудь мизерную часть новинок. Несмотря на то, что на компе как бы графон и все дела. Но я четко пересел на Source, дальше у него поигрывал себе спокойно. И в 2012 году купил себе новую консоль, которую вы послушаете в следующем эпизоде. И к тиме ПК мы еще вернемся также в будущем на буквально пару минуток. И получается, что гейминг на ПК был где-то с 2008 года по 2011-2012. Но если я играл, то только в любимый мой Source. Я как обычно постарался здесь говорить максимально коротко, чтобы вы не улетели на несколько часов бесед. Ибо я также рубился в Crysis 1, в 3-й край и короче шарил за игры нормально. Но до сих пор не знал, кто это такой ваш Фепос. И вы только что послушали мою историю про ПК-гейминг в очень быстром формате. Ждите следующий выпуск и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новьё. Субтитры сделал DimaTorzok